Ребятушки, Тамань, для нас второй день, заблась в спиной Луна, я веду ее к примерку, делаю с ними 8 рандомных групп. Ну что, новомерси-радио, Тамань, группа Луна, мы с вами встретились здесь, и до этого, кстати, еще ни разу нигде не пересекались. У нас есть рубрика 8 рандомных групп, ты с ней знаком? Мы один раз уже делали, может быть помнишь, может быть нет. Мы в ней обсуждаем другие группы, я просто называю название какой-то группы. Что-то было, да, такое. Первое, что бывает на ум. Были заготовлены другие команды, но глядя вот на ваш мерч, давай начнем с группы Anacondos. Ну давай, да. Ну классная группа, хорошие ребята, друзья наши замечательные. Им повезло, они вчера, по-моему, отыграли, да? По-моему, позавчера. Или позавчера, до штата, там тоже был замечательный солнечный день, и они успели убежать с территории до тех пор, пока не началась вот эта страшная стихия. Хорошие парни, талантливые. Какая любимая песня группа Anacondos? Сейчас тебе скажу, мне, спасли, вот все хают, почему, ну не все, конечно, есть такое большинство какое-то странное, которое как-то обкакало недавний альбом, а мне вот, например, больше всех нравится. Я считаю, что это весьма себе талантливый альбом, такой достаточно, ну не скажу прям, что прям вот новаторский, но в нем что-то есть такое свежее. И мне нравится, мне уже ни капли, ни больно, вот эта тема, ну потом дубак, конечно же, и что-то еще, господи. Про Крым еще, клевая песня. И что-то про этого, про футболку с мальчиком. А, вот, вот она, я думаю, я еще не делаю. Футболку, да, да, да. Да, да, правильно, да. Давай тогда следующая команда, Валд Вейс, поскольку ты... Валд Вейс тоже наши друзья. Есть пара участников еще осталось, да, честно? Клевые чуваки. Один из них сейчас с вами все барабанщик-бремерки. Не могу сказать, что я прям такой знаток творчества, ну то есть я какие-то песни отрывочные. Ну, ребята, сделали серьезный шаг, сделали, перешли с английского на русскоязычное исполнение. Это очень серьезный шаг, когда у тебя очень долгое творчество, начинаешь еще с Сарой Уэр из Матти, да, по-моему? Вот, и тот раз, типа, и вдруг такое на себя взять, да. Ну, они начинали сначала фразочками пытались. Да, 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 и это достаточно. Но, бачишь, мы качаем зал, да, Эль? Да, наш любимый трек. Бачим, да. Они качают зал. Ну, на самом деле, да, вот на абразуру остались только несколько групп. Да, мы и порнофильмы. Давай тогда перейдем в группе порнофильма, поскольку вы ее обуминули. Ну, мы, кстати, с ними постоянно оказываемся в каких-то общих ситуациях, и позитивных, и не очень, когда приходится отдуваться и друг за друга, и за всех, поэтому, в принципе, мы уже привыкли, это нормально. Вот, ну, группа порнофильма, я считаю, да, что раскачала и разбудила движуху, которая начала уже потихонечку засыпать. Мы в свое время это сделали, сейчас вот их черед такой взять на себя вот эту вот активацию, активизацию движения. Поэтому от нас, как бы, респект и дружба, и все в этом роде. Да. Я вообще люблю... Я люблю... Многие песни порнофильма. Хорошо, вчера здесь выступала вечером группа Люмен. Они, не знаю... Да, мы одновременно с ними выступали с акустикой трактора на малой сцене. Мы хотели проводить с ними эту же рубрику, и я им задавал группу Луна, и тем отвечал. Так что вот, Люмен. Пока ты спал, пока ты спал, а ты не проражаешь спать, кто-то решает за тебя. У меня вчера, мы были на Масюсечке сцене. На этой, бляжной. В которой не пляжная, а сцена, пляж. Да. То есть там есть пляжная, которая снесла вообще к чертям целиком. А есть еще пляж, которая в самом конце, там стояла такая пиписечка, метр на два, на ней было две колонки, и мы играли там с Ришей, с мультом, акустику трактора. Ну, пять песен трактора, там камера, там были люди, там костер был такой, ну, посиделки всегда. И мы должны были начать играть, когда уже случился салют, и должны были закончить Люмен. Но так как вчера, естественно, была тоже задержка двухчасовая, то Люмен как раз играл прямо вот в то самое замечательное время, когда мы играли эту акустику, прямо вот напротив главной сцены. Положились друг на друга. Да, и между песнями я слышала речи тема, и я могу сказать, что бывали разные у меня мысли, и вчера я все-таки не разочаровалась. Я вот вчера поняла, что, как бы, вот, если у человека есть стержень, он никуда не денется. То есть ты в целом, ну, гражданскую политику... То, что вчера, да, то, что вчера ты им говорил со сцены, было очень круто, на самом деле. Хорошо, группа «Тараканы», ансамбль «Тараканы». Ансамбль, да. Сначала, да, а потом посмотрим, может быть, куда-то. «Тараканы», ну, куда, без «Тараканов» вообще, да, без «Тараканов» жизнь не та, как без «Кота». Вот, поэтому... Они же тоже тут были пару дней назад. Да, да, нам же рассказали веселую историю. С «Тараканами» все всегда прекрасно и замечательно, потому что это отцы. Как бы, отец, отец и отцы, и дети вместе с ним иногда. Поэтому, как бы, опять же, респектос и дружба, поэтому сказать-то даже нечего. Уже все сказано 20 тысяч раз и сыграно, и спето. Отлично. Ну, будет, наверное, сегодня единственная зарубежная группа, группа «Система Федал». «Система Федал» А с «Луной» мы играли на «Парк Лайф». Какая любим песня «Система»? Или какую любим альбом? Потому что там много, много, сложно сказать. Они же все... Он там просто менялся ранее. Мне больше все нравится. Ну, мне и ранее. Да, мне, кстати, ранее альбом больше тоже нравится. Как называется это? «Everybody's going to the party» Может быть, вы видите, что... «Everybody's going to the party» Отлично. Ну, ты, кстати, упомянул группу «Трактор Боулинг». Поскольку вы сейчас представитель группы «Луна». Группа «Трактор Боулинг». Группа «Трактор Боулинг». Группа «Трактор Боулинг». В середине, да, в разрез такой не самый, возможно, успешный и не самый неболезненный. В 2004 году. Ну, казалось, что это самый успешный момент. Потому что для меня... У нас активность началась, да. Когда я услышал группу, ну, отечественную группу на «Радио Ультра». Это был «Трактор Боулинг» с чертой, по-моему. Ну, что там было, да, какая-то. Просто ты с этой точки зрения смотришь, а я смотрю с точки зрения участника с 90-х годов. И я помню, как на форумах, типа, мясорубка, хейтери вообще жестко, ну, типа, что это за жидкие ванесенс, там, типа, ну... Ну, а чертут, ну, понятно, да. Ну, то есть, мило, она была таким флагманом, да, типа такого рэпкора, вот. Потом... «Стридкор» это называлось среди слушателей. Нет, «Стридкор» был сейчас с Петровым. А с ним? А с Чья? Ну, тоже «Стридкор». Ну, рэпом это не назовешь, конечно, то, что будет «Трактор Боулинг». Это не рэп. Ну, крики, читка. Это читка, да, это речитатив. Это вот «Стридкор», который... И там патчеря вообще жестко, ну, то есть, когда вышел альбом «Черта», «Блюстители стиля», ну, как обычно. Мне кажется, что мясорубка – это такая достаточно узенькая мясорубочка была. Ну, тем не менее, в то время она была активная. Ну, то есть, это, ну, составляли... Все отлично понимают, что на мясорубке сидели только музыканты-неудачники. Только они. Там слушатели было три человека. Всего три человека слушатели, все остальные – это музыканты, которых ничего не получилось, даже разогрев в ворклубе. Поэтому... Что? Они играют в группах типа «Арсения Бродина» и «Серебро». А, да-да-да, «Серебро». То есть, самая крутая тема, что все самые мощные воины хардкора на «Страже», которые стояли... Поэтому как бы... Не, это пройденная уже, конечно, тема. Знаете, вот, вспомните времена формы мясорубки. Каких, вы помните, Мерсад персонажей, в каких они тогда группах? Ну, сейчас на личности не... Да, там, на самом деле, вся тусовка – это все персонажи, с которыми ты... То есть, мы все знаем, о чем мы говорим, но не будем, потому что мы с ними этот вопрос... То есть, я сидел в 2005-2006... Закрыли, да. Да, закрыли. Есть пара человек, которые реально были слушателями, они сели, там, знаешь, такие программисты, там, какие-нибудь, там, типа, дизайнеры. Они вот как были, они вот прям так остались. Я даже недавно пару из них видел, они так и ходят в шерстанах, и вот с цепочкой, с шариками. Хорошо, но мне как слушателю казалось, что в тот момент тракторбом пришел прям на новый этап, вот. Но это был новый этап. Нам тоже казалось, да. Ради ультра, ну и в целом... С нашей точки зрения тоже, но... Ну, как бы, что-то старое ушло, что-то новое пришло. Но тут еще ситуация, понимаешь, что если бы этот альбом вышел с Милой, не было бы так болезненно, а тут все сменилось сразу, то есть и вокал новый, и вообще все, как бы люди, конечно же, болезненно отреагировали. Вот, а для меня это был такой жизненный урок, такой закал, потому что у меня столько говна вылилось. Я в жизни не ожидал, что столько выльется, в принципе, на человека, который ни при чем. Зато потом я стал такой злой мразью, что теперь готовы это говно выдавать обратно такими порциями, что мало не покажется. У этого видео будет и продолжение в виде второй части, там будет не менее интересно. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok